Научить взаимодействию с окружающим миром, предостеречь от опасностей и воспитать чувство самосохранения. На плечи родителей ложится непростая задача. Жители Самары поделились, как и что о безопасности они рассказывают своим детям. Если ребенок заблудился, потерялся, ну не то что заблудился, отстал, например, от взрослых, чтобы он стоял на месте, что его родители всегда найдут, пусть он остановится по дороге, ни в коем случае не идет с кем-то. Родители всегда найдут ребенка. Если вдруг создается такая ситуация именно, и вы ее видите, то лучше сразу, конечно, детям объяснить. То есть мы идем, ну, прохожий что-то сделал не так, я объясняю, что вот видишь, он как поступил. Это неправильно, правильно вот так поступить. То есть когда наглядно, дети быстрее понимают. Для меня самое важное, это чтобы ребенок говорил все время все честно о том, где он находится, что он делает. Если есть вот этот контакт и честность, то уже, конечно, можно с ним, опять же, честно поговорить, сказать, что вот это не надо. Если что-то случилось, там, иди ко мне. Проговариваем, конечно, показываем. Мультики у нас есть специальные. Мы рассказываем про то, например, как правильно переходить дорогу. То есть мы показываем, на какой светофор сигнал можно переходить. Когда, например, горит зеленый, нужно все равно убедиться, то есть что не будет ли такого, что водитель, например, засмотрелся, зазевался. Психологи советуют начинать говорить с ребенком о безопасности с самого раннего возраста. На помощь приходят тематические сказки и мультфильмы. Сейчас очень много и книг, и мультфильмов, да, как раз на эту тему. Вот можно обсуждать с ребенком, смотреть эти мультфильмы, потом обсуждать, да, что сделал герой, правильно ли неправильно он поступил. То есть дети вот опосредственно через вот как раз героев там мультфильмов в каком-то возрасте даже лучше воспринимаются. Рассказывать о безопасности детям нужно систематично, постоянно повторяя и проговаривая основные вещи. Понимание формируется не сразу, отмечают психологи. Запугивать и рассказывать страшные истории не стоит. Это формирует у ребенка недоверие к миру. Не стоит именно запугивать детей, да, говоря вот о всех этих страхах, которые, они действительно есть, да, в нашей жизни. Но тогда мы показываем только одну сторону. Вот важно говорить правду, что есть те люди, которые желают нам добра, а есть те люди, которые, ну, желают там зла. Очень важно детям, ну, сказать правило трех Н – это никогда, никуда, ни с кем не уходить. И если взрослый человек на улице у ребенка, ну, предлагает что-то интересное посмотреть, да, или просит ему помочь, то ребенок должен не вступая ни в какую коммуникацию, просто молча отвернуться и уйти к знакомым людям. Если на улице кто-то подходит к ребенку и просит в чем-то помочь, отказать бывает сложно, особенно когда незнакомец красноречив и обладает актерскими способностями. Психологи напоминают родителям и просят рассказать детям. Если взрослому человеку действительно понадобится помощь, он не станет ее просить у ребенка. Реакция на такую просьбу должна быть однозначной. Не отвечай, развернуться и уйти. Однако одной теории и обсуждений недостаточно, считают эксперты. Обязательный этап – отработка действий на практике. Все, что касается безопасности, должно быть доведено до автоматизма. Безопасности в городской среде следует уделить особое внимание. В ход идут гаджеты с функцией геолокации и родительским контролем. Но и они не спасают от необдуманных действий. По статистике, от 70 до 80% детей уходят с детской площадки за чужими людьми. Чтобы обезопаситься, эксперты советуют один прием. Вводится кодовое слово, и когда ребенок его спрашивает на отклик, соответственно, если он не получает тот ответ, он никаких действий не производит. Надо определить, что такое агрессия. Надо определить, чтобы ребенок понимал, что такое насилие. Потому что насилие иногда бывает достаточно латентным. Когда, например, человек, ему говорят, подойди сюда, в такой утвердительной форме, а он этого сделать не хочет, ему дальше продолжают. То есть любое против его воли действие – это уже начинающийся, раскручивающийся маховик насилия. По словам экспертов, ребенок должен знать простой алгоритм действий. Перейти в безопасное место, обратиться к безопасному взрослому, родителям или сотруднику полиции. Это поможет избежать неприятностей. Ребенок должен четко знать схему действий. У него не должно быть никакой каши. Он не должен принимать какие-то сложные решения. И при этом самый главный момент – это начало развития угрозы, определить ее. По словам экспертов, сегодня в числе потенциальных источников угрозы детской безопасности – всемирная сеть. Родителям нужно фильтровать контент и научить детей основным правилам информационной гигиены. Не делиться личными данными, опасаться незнакомцев, использовать только официальные сайты и в случае возникновения угрозы обращаться за помощью к родителям. Галина Топилина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.